I should, baby, don't say a word, mama's gonna die Совместный портрет Антон вот уже 20 минут сидел, устало положив ладони на руль и открыв окна в машине. Автомобиль стоял прямо перед гаражными воротами, но взгляд мужчины был направлен куда-то вдаль. Он совершенно не видел ни дома, ни гаражных ворот. В открытые окна врывался легкий ветерок, несет с собой свежесть деревенского вечера. В воздухе остро пахнет свежескошенной травой и слышится звук мошкары. Всю дорогу сюда он остывал после скандала с женой. Решение переехать пожить в загородный дом далось ему нелегко. Ему было страшно оставлять Марину одну в городе, но с другой стороны ему ужасно хотелось отдохнуть от городской суеты. И, честно говоря, от Марины тоже. Поженились они 10 лет назад, когда дела у Антона шли не просто хорошо, а великолепно. Тогда как раз вошли в моду всякие ужастики, поэтому он иллюстрировал много книг. Да что там говорить, он был нарасхват. И за несколько лет он настолько приноровился рисовать воображаемых монстров, что когда спрос на них начал неминуемо падать, то он не сразу смог начать рисовать что-то новое. Они с женой привыкли жить на широкую ногу, отдыхать на дорогих курортах, и они совершенно не думали о собственном будущем. В случае наступления кризиса. И пока были деньги, Марина была любящей и ласковой. Но стоило им закончиться, начались бесконечные скандалы. Жена совершенно не желала поддерживать его, требовала от него прежнего уровня жизни. А Антон, он просто не мог переключиться сразу. Ему нужно было набить руку, вновь вернуться в привычное русло. И он нуждался в поддержке близкого человека. А Марина этого дать совершенно не могла, и не хотела этого делать. Вообще, Антон специализировался на портретах. Причем, предпочитал рисовать воображаемых людей. И выходило у него действительно замечательно. А потом его полностью захватил мир ужасов и монстров. Но теперь ему хотелось вернуться к прошлым своим творениям и стилю. Возможно, это было его проблемой. Неумение переключаться. Но если бы Марина не трепала ему нервы постоянно, возможно, это было бы проще сделать. И в итоге, он уже пару недель не притрагивался к кисти и карандашу. Он решил, что кардинальная смена обстановки поможет ему вновь найти вдохновение и колею, а их отношением с Мариной немножко прийти в себя. Антон старался не думать о жене плохого. Ее воспитывали как принцессу и приучили к определенному уровню жизни. А он... он просто не может ей его дать. Вот и вся его вина. Антон глубоко вздохнул и вздрогнул, когда ему за шиворот забрались ледяные пальцы ветра. Вечеряло стремительно, да и поздняя осень уже была. Поэтому он поторопился выйти из машины, забрать свои вещи и пройти в дом. Его он купил несколько лет назад у одной старушки. Дом был двухэтажный, добротный, в советском стиле. На втором этаже были две спальни, небольшой чулан и ванная. На первом кухня и огромная гостиная с камином, что Антону очень понравилось. Настоящий камин прямо располагал либо к уютному чтению книг под настольной лампой, либо к романтическому времяпровождению на ковре перед ним. Правда, Марине совершенно этот дом не понравился. Скандал удалось предотвратить только покупкой новой шубки. Антон понимал, что так не должно было быть. Он так любил Марину, что ему казалось, это единственным способом завоевать ее ответную любовь. Его любовь была зависимой и болезненной, но у него не было сил закончить эти отношения. Антон очнулся и встряхнул головой, включая во всем доме свет, после чего занялся домашними делами. Нужно было сделать много чего, чтобы этот дом снова ожил. Управился он только к полуночи. Дом был обставлен просто, но функционально. Краски, мольберты и холсты поселились в гостиной, подальше от камина, прямо под лампой, чтобы было удобно рисовать. Окна были большие, так что здесь должно было хватить освещения днем. Приготовив нехитрый ужин и стараясь не думать ни о чем плохом, Антон устроился на диване перед камином и с аппетитом поел. Приток свежего воздуха знатно поднял ему настроение. А Марина... пускай тоже побудет одна. Хотя ему уже не доставало ее. Он решил, что это нормальное ощущение. Особенно, когда 10 лет не разлучаешься с человеком и буквально оживешь им. И теперь... Антон был сиротой, поэтому близкие отношения для него были тонкими и хрупкими струнами чужих душ, которые еще нужно уметь настраивать. Антон не умел, но очень старался. Он устроился на диване поудобнее и повернулся в сторону Мольберта с чистым холстом на нем. Светлый прямоугольник неприятно резал глаза и рождал внутри мужчины чувство стыда. Мужчина глубоко вздохнул и постарался очистить свой разум и думать о том, что его вдохновляло. По сути, раньше он просто некоторое время проводил в тишине, в своей мастерской. А потом просто брал карандаш и делал набросок. Иногда ему казалось, что его рукой будто кто-то управляет. Но его такая мысль всегда смешила больше, чем настораживала. Антон был уверен, что такие ощущения возникают у всех творческих людей, которые опираются больше на фантазию, чем на реальные вещи. Ноги затекли от неудобного положения, и Антон встал, отвернувшись от Мольберта и направившись на кухню. Свет там не горел, поэтому он мог в полной мере насладиться видом темной улицы, мрак которой разделял единственный фонарь, горящий на дороге в метрах трехстах от дома. Над крышей громыхнуло, и Антон вздрогнул от неожиданности, после чего нахмурился. Грозы не обещали, поэтому для него это было неожиданностью. Ливень хлынул мгновенно, окрасив ночь в более светлые, серые тона. Вот почему было так темно. Только из-за того, что собрались тучи. Антон усмехнулся и отвернулся, чтобы включить кофеварку, а когда повернулся обратно к окну, вздрогнул, увидев человека, который прижался лицом с той стороны стекла. Человек улыбался во весь рот, показывая золотые зубы, и его лицо было просто странно асимметричным, нереальным, словно явление из кошмара. Антон отшатнулся назад, вскрикнув от неожиданности и роняя кружку. Она разбилась со странно громким звуком. А когда раздался новый раскат грома и сверкнула молния, лицо исчезло. Утро разбудило Антона ярким солнцем, лучи которого миновали полупрозрачные занавески и забрались ему под веки. Мужчина проснулся, чувствуя себя неприлично выспавшимся и отдохнувшим. Он сладко потянулся на постели, прислушиваясь к пению птиц, после чего улыбнулся, вспоминая свой испуг накануне вечером. Конечно, это было всего лишь видение. У него всегда было живое воображение, которое зачастую рисовало образы там, где их быть не могло. К слову, возможно, стоило попробовать нарисовать его? Почему бы и нет? Если ему могло такое привидеться, то стоило это запечатлеть на бумаге. Антон сел прямо в постели, дотянулся до своего блокнота с карандашом и сделал легкий набросок, запечатлевая основные черты. Конечно, такие пропорции можно было увидеть только в самой бурной фантазии. А эти зубы, они словно были сделаны целиком из золота, вернее, выросли прямо из черепа. Вновь улыбнувшись и пребывая в великолепном настроении, мужчина встал и направился в ванную, чтобы привести себя в порядок. Пока он завтракал, он старался распланировать день. Разумеется, большую часть дня он собирался посветить холсту и кисти. Но перед этим он хотел прогуляться по поселку, а если выдастся возможность, то и познакомиться с соседями. Он вообще был общительным, но как-то так получилось, что близких друзей у него не водилось. А после женитьбы, так и вовсе его общения с кем-либо на свободные темы сошли на нет. Мужчина покачал головой. Понимаем, что так жить нельзя. Нужно было с этим обязательно разбираться. Не может же он вечно работать и не выходить из дома, верно? Антон усмехнулся с горечью, подумав о том, что Марина наверняка была бы счастлива этим. Сам он не понимал, почему до сих пор держится за нее. Отношения должны быть гармоничными и дополняющими друг друга, а не вот такими вот, травмирующими и выматывающими. В конце концов, за 10 лет брака Марина ни разу не говорила, что хочет ребенка. А какая семья без маленького? Антон сам пытался заводить разговоры на эту тему, но жена мастерски увиливала от ответа, говоря о том, что не время, что потом, что денег не хватает. Теперь, когда он был разделен с ней, он был способен анализировать и обдумать все, что происходило между ними в последние пару лет. На самом деле, внутри него давно уже зрело недовольство, но... Ровный ход его мыслей прервала трель телефона. Антон удивленно поднял бровь, увидев, что звонила Марина. Обычно она писала смс, а тут... Может, что-то случилось? Он совершенно не хотел отвечать, но палец словно сам нажал на зеленую кнопку. Рука поднесла телефон к уху. «Привет, любимый, как у тебя там дела? Вчера добрался до дождя, я надеюсь?» На пару секунд Антон анемел, совершенно не представляя, что ему ответить. Жена была такая... веселая, приятная, ласковая, что ему даже не верилось то, что это она. «Привет, все хорошо», – спокойно ответил он, допивая свой кофе. Марина принялась болтать о каких-то мелочах, и ее голос напоминал щебет веселой птички. Проговорили они недолго, Антон постарался быстрее закончить разговор. Невзирая на внешнюю ласковость жены, ему послышалась какая-то фальшь в ее тоне, на уровне подсознания. Дом располагался в поселке, который был всего лишь в 30 километрах от города. Застраивать его начали примерно тогда же, когда Антон купил здесь дом, но застройка шла ближе к шоссе. Дом Антона же располагался в некотором уединении, и из соседей у него были два уже давно забытых деревянных соседа по бокам, да вроде обитаемый напротив. Когда Антон вышел прогуляться, машины соседа не было, но он не стал переживать насчет своего одиночества. Наоборот, он собирался насладиться им в полной мере. Прогулка его немного вдохновила, и по возвращении домой он даже набросал какой-то пейзаж. Он никогда не был силен в этом, он почувствовал удовлетворение, поэтому, дождавшись, когда краска просохнет, картину он повесил на стену в гостиной прямо над камином. Если не вглядываться, а улавливать только мотивы, картина действительно была неплоха. Когда он закончил, был уже поздний вечер, и Антон вышел во двор, чтобы немного продышаться. Машину он еще утром загнал в гараж, поэтому ходил он по парковке перед домом. Ну как парковка? Просто ровный участок с короткой травой, на которой спокойно можно оставить автомобиль. Перед тем, как он вернулся домой, что-то составило его оглянуться, и ему показалось, что кто-то стоял на самом краю светлого пятна от единственного фонаря. Но, скорее всего, ему просто показалось. Антон жил спокойно в загородном доме вот уже неделю. Марина звонила ему каждый день, когда он завтракал, и они, как раньше, болтали о всякой ерунде. Антон и хотел бы верить в то, что все наладилось в такой короткий срок, но почему-то не верил совершенно. И непринужденно, дружелюбный тон их разговоров был ему словно ножом по сердцу. Словно они оба играли в какую-то игру. И если Антон знал, почему он это делает, то почему это делает Марина, он совершенно не понимал. Кроме разговоров с женой, он хорошо спал, много гулял, много уделял времени рисованию. Даже уже пришлось пару раз съездить в город за холстами и красками. Пусть он рисовал ерунду всякую, но ему нравилось. Он словно чувствовал себя свободным и совершенно перестал обращать внимание на время. Вот только у него складывалось четкое ощущение того, что за ним следят. Поначалу он старался игнорировать эти странные ощущения. Это ведь действительно казалось сущей ерундой. Но кто может за ним следить? Врагов у Антона как-то не водилось, а если и были споры на почве расхождения в художественных вкусах, то дело решалось намного изящнее. Антон списывал все эти смутные тени под окнами, примятую траву у крыльца и покашливание в ночное время у двери на собственное расшалившееся воображение. Списывал на одиночество, собственную впечатлительность. Он несколько раз ночью просыпался и тихо спускался вниз, дабы проверить дверь или в тщетной попытке поймать того, кто ходит под окнами. Но все было тщетно. Разум мужчины пытался найти любое вменяемое объяснение происходящему, но Антон упрямо не собирался возвращаться обратно в город. Это просто воображение и больше ничего. И этот человек с золотыми зубами. Антону иногда казалось, что иногда он видит его. Неважно, утро это было или вечер, он словно возникал из ниоткуда и исчезал, стоило ему повернуться в его сторону. Впрочем, все эти странные признаки потустороннего и необычного не мешали ему творить. А еще, в очередной раз прогуливаясь по деревне, он познакомился с соседкой. Девушка была его возраста, с большими, карими глазами и самой красивой улыбкой, какую только в своей жизни видел Антон. Конечно, он не собирался позволить неожиданному чувству вскружить ему голову. Он желал хотя бы обычного общения, поэтому прогулки стали совместными и более продолжительными. Нина оказалась доброй и умной девушкой. Она охотно поддерживала разговор на любую тему, проявляла искренний интерес, когда дело касалось работ Антона. И тому, безусловно, было приятно такое честное внимание. Нина жила здесь одна, работала на удаленке и тоже воспользовалась возможностью сбежать из большого города в пустоту и уединения пригорода. «Хотя, знаешь, когда будет лето, здесь будет не протолкнуться. Это сейчас почти никого нет, а летом здесь хорошо». Делилась Нина с Антоном своими впечатлениями. Здесь она уже жила полтора года и не собиралась уезжать обратно. Антон даже в некотором роде завидовал ей и не мог не подумать о Марине. Возвращаясь после прогулки домой, он всегда думал о жене, чувствуя стыд за то, что общается с другой женщиной. И вроде уже пора остановиться, но внутренняя неудовлетворенность толкала его в спину, вкратчиво нашептывая о том, что ничего такого в этом нет. Всего лишь общение и не более того, а симпатия. Она иногда бывает между людьми, главное не переступать черту, вот и все. И Антон не собирался. Обычно, когда он сам звонил жене, она никогда ему не отвечала, зато утром перезванивала, извиняясь и говорила, что либо не слышала, либо легла спать. Прогулки с Ниной здорово отвлекали, давали возможность проветрить разум. Стараться не думать о шорохе чужих шагов под окнами. И все бы так и продолжалось, если бы в один из дней не произошло странное. Марина приехала к нему из города. Антон как раз возвращался с прогулки, расслабленный и довольный. Нина пригласила его вечером зайти и попробовать пирог. А еще попросила помощи с лестницей. Совсем расшаталась, и девушка побаивалась по ней подниматься. При этом она смущалась настолько мило, что Антон бы согласился сделать все, что угодно, лишь бы она снова улыбнулась. Тем более, был такой весомый повод, как мясной пирог. Впрочем, стоило жене подойти к своему дому, как улыбка медленно сползла с его лица. Он увидел красный кабриолет Марины, лихо запаркованный прямо перед его автомобилем. Дверь в дом была распахнута, и он поморщился, когда почувствовал шлейф духов жены. Она всегда выбирала приторно-сладкий парфюм и обильно им пользовалась. Конечно, Антон и сам собирался поговорить с супругой. Он уже серьезно начал задумываться о разводе. Он устал от этих отношений, которые не приводили совершенно ни к чему. Денег нет, делить было нечего. Квартира принадлежала Антону, да и подарки он не собирался забирать. Он просто хотел тишины, спокойствия и вдохновения. «О, милый, ты вернулся?» Войдя в дом, он прикрыл дверь и посмотрел на Марину, которая располагалась на диване в гостиной, небрежно сбросив на пол его принадлежности для рисования. «Где ты был?» «Гулял перед домом? Что ты здесь делаешь?» Антон действительно был удивлен. Он не ожидал, что жена может вот так запросто приехать. Тем более, она никогда не любила выезды на природу. Марина выглядела великолепно. Изящное платье, короткое, подчеркивало линию бедер и длинные, стройные, загорелые ноги. Высокая грудь, волна каштановых волос, которые рассыпались по плечам. Она действительно была очень красивой, но скорее походила на красивую обертку от конфеты, или словно дорогая кукла. Антон даже удивился своим таким мыслям. Откуда они могли взяться? «А что, я не могу приехать и проведать своего любимого мужа? Даже если он бросил меня совершенно одну в большом городе!» «Кстати, я заметила, что к тебе вернулось вдохновение!» Она обвела рукой холсты, которые в изобилии были расставлены по гостиной. Большая часть была просто набросками. Антон пытался нащупать путь обратно к плодотворному рисунку. «Да, мне удается все легче и легче. Думаю, вернусь в город после зимы. Как раз должен успеть к выставке». То, что было завершено, он вешал на стены. Почему-то ему казалось, что это будет логично. Картины рисуются для того, чтобы они висели на стенах. «Ох, это было бы замечательно!» В Тоне Марины не было особой заинтересованности. Зато она встала, подошла к Антону и прижалась к нему всем телом, обвивая руками его шею. «Я так по тебе соскучилась!» Жаркий шепот в самое ухо заставил пробежать по коже волну мурашек. Но Антон аккуратно отстранил от себя Марину. «Мне нужно работать. Будет здорово, если ты приготовишь ужин!» Антон не очень понимал, зачем приехала супруга. Зато понимал, что им нужно поговорить, обсудить то, что происходит в их семье, но они так долго были вместе. Разве он ничего не может изменить? Разве они не могут снова наслаждаться обществом и жизнью друг друга? Между ними все ровно и спокойно. Марина готовит еду и лежит на диване, не расставаясь с собственным телефоном. Антон не особо понимал, зачем она приехала. Но не выгонять же. Где-то в глубине он все равно надеялся, что их отношения наладятся. Но приезд жены тоже выбил его из колеи. И теперь по ночам он слышал шаги не только под окнами, но и в самом доме. Доски поскрипывали, когда по ним кто-то проходил. Кто-то неизвестный, потому что жена сладко посапывала под боком. И это негативно сказывалось на его разуме. В его картинах добавлялось темных красок. И один единственный случай окончательно выбил его из колеи. Напряжение росло. Антону казалось, что все вокруг давит на него. Жена вела себя слишком непринужденно. Картины выглядели не так. Все было не так. Внутри свербило и скручивалось ощущение неправильности происходящего. А еще присутствие кого-то третьего, невидимого и таинственного, изрядно выбивало Антона из равновесия. Любой развитый творческий человек обладает хорошим воображением и более тонкими психологическими установками. А установки Антона, эти столпы его сознания сейчас скрипели и расшатывались. Словно древняя пытка, где людям капала вода каждые несколько минут на голову. Одна капля, и все. И это действительно могло лишить ума даже самого крепкого. Так и сейчас. Это лживость, скользящая во всем. Что делала его жена? Это навязчивое давление. Антон поначалу честно искал следы чужого присутствия в доме. Но их не находилось. Не было ничего. Разве могло такое быть? Мужчина нервно сглатывал, рваными движениями, нанося краску на очередный холст. К слову, белый ровный холст его всегда раздражал. Ему всегда хотелось разукрасить его. Белый может быть элементом картины и никак больше. Ему кажется, что его разум кипит и бьется в черепной коробке, ища пути решения. Конечно, никому не хочется признавать собственное... собственное поражение в борьбе с непонятным. Потому что любой хочет быть разумным, трезвомыслящим, логичным, а не сумасшедшим. Антон украсил своими картинами весь первый этаж. Он даже думает, что в них есть какой-то сюжет, и зачастую пытается разглядеть его и игнорировать тень, которая иногда маечет за окном. А ночью эта тень проникает в дом, и у нее золотые зубы, удручающее зрелище. Антон рассматривает свои картины и видит на них, в темных переплетениях непонятных символов, чуждые ему фигуры. Наверняка они пошли бы для какой-нибудь мистической экранизации или романа. Иногда ему кажется, что это какой-то непонятный ритуал, и что что-то хочет выбраться из его картин. Но Антон только смеется над собой, когда такие мысли приходят ему в голову. Это все просто воображение, и не более того. Марина смотрит на него странно, и Антон даже начинает думать, что ему стоит, наверное, съездить в город к врачу, а потом в какой-нибудь санаторий. Может быть, потому и разладь с женой? Тем более теней и шагов все больше. Антон похудел и осунулся, плохо спал теперь по ночам, и просто мечтал выспаться, чтобы это странное напряжение оставило его. С Ниной они виделись только пару раз в магазине, но он избегал ее взгляда. Отчего-то ему стыдно и неудобно перед ней, хотя то, что он женат, она знала. Каждый раз, когда она пытается заговорить с ним, он позорно сбегает. На самом деле, Нина обеспокоена тем, что мужчина так плохо выглядит, да и его жена, расфуфыренная красотка, выглядит слишком хитрой и скользкой. Нина искренне хотела помочь, и вскоре этот шанс ей предоставился. Из-за плохого сна Антону казалось, что он существует в двух мирах одновременно. Сонливость навалилась на его веки ежечасно. Не мудрено было, что казалось ему намного больше, чем было реальностью. За окном расходилась гроза. Был уже вечер, но с полудня небо заволокло тяжелыми тучами, которые нависли сверху и грозились обрушиться на землю. Антон, немного порисовав, устроился на диване внизу. Он четко слышал шаги Марины, она чем-то занималась на кухне. Затем поднялась наверх, даже не сказав ему ни слова. Только за завтраком они обсудили погоду, вот и все общение. Антон невольно сравнил ее с Ниной и поражался, насколько эти две женщины отличались друг от друга. В полудреме ему казалось, что в его картинах на стенах что-то движется. Это не пугало его, совсем нет, скорее как-то расслабляло. Рождало внутри предвкушение чего-то особенного, необычного и таинственного. Это было до ужаса странно, но приятно. Ливень с шумом обрушился на дом, стуча по крыше ледяными пальцами, стучался в окна порывами ветра, словно стараясь забраться в дом. И неожиданно Антону захотелось полежать в теплой кровати, обнять жену. Словно это могло помочь им что-то еще наладить, склеить разбитое. Мужчина впервые за долгое время улыбнулся себе под нос и встал, чтобы направиться на второй этаж. Ступени лестницы поскрипывали под его ногами, он был сонлив и расслаблен. Но стоило ему подойти к двери в спальню, как зрелище, что он там увидел, заставило его замереть. Жена, по всей видимости, спала, а над ней с ножом в руке возвышался человек. Тот самый человек, что преследовал его. При виде Антона человек словно ухмыльнулся, но это просто свет от ночника, скользнул по его маске. Глаза человека злобно сверкнули, и он замахнулся рукой, в которой был зажат нож. Антон закричал, и во всем доме потух свет. Он почувствовал какое-то движение рядом, но его настолько сковало страхом и ужасом, что его разум не мог зацепиться за этот факт. Марина вскрикнула в ответ, а через минуту свет снова зажегся. Жена сидела на кровати, прижимая руки к груди и со страхом смотрела на него самого. «Ты... ты что делаешь? Ты с ума сошел? Зачем тебе нож?» Марина со злостью закричала на него, и Антон взглянул на пол. Прямо у него лежал тот самый нож. Нож, который недавно сжимал в руке тот человек. Марина начала кричать на него, не слушая его оправданий. Да и сам Антон понимал, как это выглядит со стороны. Он не понимал, как такое могло произойти. Страх рос в его разуме, шарился, и когда жена в него чем-то кинула, он бросился вон из дома. Неужели он и правда мог хотеть причинить ей вред? Неужели он действительно... Сердце лихорадочно билось в горле, ему было трудно дышать. Он сбежал по лестнице вниз и даже не взяв куртку, выскочил из дома. Прямо во тьму ночи. Марина проводила мужа взглядом, после чего медленно встала и спустилась вниз. Она вздрогнула от холодного воздуха и поспешила закрыть входную дверь, даже не потрудившись позвать мужа. После чего она развернулась и, не глядя на картины, пошла к зеркалу, которое висело в гостиной. Поправила волосы и расправила плечи. Наконец, широко улыбнувшись самой себе. Мужчина для нее стал обузой с самого дня свадьбы. Когда он занимался своей работой, он забывал обо всем на свете, а Марине совершенно не хотелось проявлять заботу о нем. Он ей никогда не нравился, и основным фактом того, что она вышла за него, были только деньги. Да, деньги и не более. А когда у Антона произошел кризис, она в полной мере осознала, что нужно от него избавиться. Антон был сиротой, поэтому она была единственной наследницей, а картины художника всегда дорожают после его безвременной кончины. Тогда в ее хорошенькой головке созрел простой план. Марина снова улыбнулась в зеркале, с легким страхом наблюдая за тем, как за ее спиной появляется человек с золотыми зубами. Простая маска изменила Сергея почти до неузнаваемости. Мужчина обнял ее со спины, и Марина счастливо рассмеялась, запрокидывая голову ему на плечо. Сереж, сними эту маску, она меня нервирует. Не мудрено, что она свела твоего мужа с ума, мне самому не слишком приятно ее носить. По мнению Марины, ее план был просто изящен. Антон никогда не отличался психологическим равновесием, и она решила довести его до ручки, и привлекла к этому делу своего любовника, с которым встречалась еще задолго до свадьбы. Антон даже не догадывался о том, что большая часть денег уходит на содержание любовника жены. Он был слеп своей любви и вере в семью. Марина продолжала довольно улыбаться и ластиться к Сергею, как кошка. Они негромко обсуждали, что делать дальше. И так было понятно, что Антон уже недолго продержится. С тех пор, как он переехал сюда, Сергей преследовал его с целью разбередить разум художника. И теперь любовники оба признавали то, что все получилось. Марина гордилась своим планом и надеялась, что Антон и вовсе не вернется. Заблудится где-нибудь во мраке грозы, да сгинет там же. Они только хотели продолжить отмечать свою удачу, как во всем доме вновь потух свет. Периодически внутри становилось светло только и от сполохов грозы, и не более того. Марина зло выругалась, в городе такого бы точно не произошло. А в этой глуши не мудрено, что оборвало где-то провода. Она не хотела признаваться в том, что ее пугала эта темнота, которая была здесь непроглядной. Фонарь на улице тоже не горел. Темнота ее сильно нервировала, и она вцепилась в руку Сергея. Тот только хмыкнул, явно бы хвалить своей смелостью. Да и что ему, настоящему мужчине, от этой темноты сделается? Сергей зашарил по карманам в поисках зажигалки, но при очередном сверкании молнии Марина вскрикнула. Смотри, картины! В это было сложно поверить, но в свете молнии можно было разглядеть какое-то движение в них. Поначалу это могло показаться игрой теней, а Марину можно было назвать просто впечатлительной женщиной. Сергей уже было и рот открыл, дабы обвинить подругу, но потом увидел сам. Антон не видел в своих картинах чего-то определенного, а любовная пара в сполохах молний видела, как что-то движется внутри полотен. Картины словно окружали их, смотрели со стен своими темными красками. Марина вцепилась ногтями в руку любимого мужчины. Время, казалось, тянулось как резина, но на самом деле оно мчалось в обычном стремительном темпе. Ближайшая к ним картина словно начала подрагивать, а потом из нее кто-то полез. Ему тяжело было протискиваться через маленький холст. У него были широкие плечи, но узкое и длинное тело, замотанное в черный балахон. Он был выше Сергея почти на две головы, а из глубины капюшона на них холодно взглянули зеленые глаза. В сполохе молнии они разглядели маску, которая закрывала чужое лицо, но Марина не могла бы назвать это человеком. Их было шесть, высоких словно под копирку, одинаковых странных существ, которые вышли из картин. Они сгрудились вокруг, сверкая зелеными глазами, а Марина даже не могла кричать. Только думала о том, что будет здорово, если они заберут Сергея. Зачем она им? Пусть забирают его! Почему-то раскаты грома теперь оглушали, словно небо раскололось прямо над их домом, и теперь вся мощь обрушивается на крышу. Марина попыталась вырваться, и нацепила свою руку от руки Сергея, больно ранив его своими длинными ногтями. Но круг из молчаливых существ был плотным. Она побоялась кого-то из них задеть. Сам Сергей не обратил внимания на боль и походил на статую. Он совершенно не знал, что делать. Громыхало почти без перерывов. Молнии сверкали, и в гром вплетались тихое, монотонное пение, совсем без слов. Эта странная мелодия словно опутывала, лишала всяческих сил сопротивляться неизбежному. Когда существа начали сжимать свой круг, Марина закричала. Антон не помнил события ночи, проснулся он свежим и отдохнувшим, в тепле и уюте, который он так давно не ощущал. Он даже не понежился в кровати, после чего понял, что находится не у себя дома. Оказался он у Нины. Девушка смотрела на него с жалостью, но Антон быстро понял, что ничего плохого он не сделал. В своем приступе помрачнения он пришел к ее дому замерзший и промокший. Девушка не могла оставить его на улице, а просто ложила спать дома. Даже нашла ему какую-то сменную одежду. Антон смутно помнил события вечера, а ночью вовсе стерлось из его памяти. И почему-то ему было страшно идти домой. За завтраком он все рассказал Нине, попросту не мог ей врать, ведь она ему нравилась. Девушка выслушала его очень внимательно, глядя на него широко распахнутыми глазами. Кто бы знал, как ему было страшно. Он боялся ее осуждения, боялся того, что она не примет его такого, не поймет. Но Нина ответила ему мягко, поддержала, сказала, что к врачу конечно нужно, но у всех бывают мрачные периоды. Он ведь не сделал ничего плохого. Но для начала нужно сходить и поговорить с женой, прояснить ситуацию. Дом Антона встретил их тишиной и спокойствием. Солнце вовсе расходилось, высушивая избыток влаги, была влажна и душна. Машина Марины стояла перед домом, уже внутри в гостиной, на полу Антон вздрогнул, увидев маску с золотыми зубами. В его голове зароились какие-то подозрения, но Марины в доме не было. Все ее вещи были на месте, и было странно, что она ушла и все оставила. На звонки она тоже не отвечала. Антон растерянно ходил по дому, совершенно не понимая, куда могла деться его жена. Пока они с Ниной ждали приезда полиции, Антон поднялся в спальню, чтобы найти свои документы. Войдя, он замер широко открытыми глазами, смотря на картину, которая висела прямо над кроватью. В обычной раме темное полотно словно затягивало в себя свет. Картина резко выделялась на фоне стены. С первого взгляда в хаотичном переплетении светлых линий ничего не было понятно. Но чем больше Антон вглядывался с неизвестным мужчиной. У них были широко открыты рты, словно их запечатлели истерично кричащими и глаза наполнены ужасом. Но от полотна словно тянуло холодком и чувствовалось так, словно оно живое. Они были там в картине. Оба. Ну что ж друзья, вот так вот как говорится женушка решила загробастать красивые картиночки нашего главного героя, а вы смотрите на своих жен подруг, чтобы у вас такого не было, потому что, как говорится, дамы еще те затейницы, ну и естественно альфонсы мужчины тоже существуют. На этом мы с вами как и всегда не прощаемся, если любите слушать страшные истории, не забывайте подписываться, ставить большие пальцы вверх, и как и всегда мы с вами услышимся в следующей интересной истории. Пришло время открыть вам тайну. Долгое время готовилось нечто масштабное, то, что по праву принадлежит именно тебе. Тайна, что хранилась долгие месяцы под грифом секретно, сегодня будет обнародована. Ну что, ты готов познать тайну? Я объявляю вам о старте, начале самого масштабного на моем веку мероприятия. Самые лучшие авторы подготовили именно для тебя будоражащие кровь рассказы. И только для тебя я могу приоткрыть дверцу врат и впустить. Теперь ты сможешь слушать истории в аудио формате, без надоедливой рекламы и даже оффлайн, а самое главное еще до их появления на ютуб канале. Вы давно меня об этом просили, и я услышал вас. Теперь все мы станем ближе, мы сможем пообщаться на стриме, а может даже и лично. Созвонимся, познакомимся поближе, будем болтать как старые добрые друзья обо всем и ни о чем. А как ты смотришь на то, чтобы мы создали с тобой историю? Выберем с тобой место, время, неожиданный сюжетный поворот персонажей, а может ты сам станешь персонажем той самой истории? Будешь бродить по заброшенной деревне, пустынной улице или сидеть в заперти в своей пропитанной до невозможности потом проклятой квартире, которая никак не хочет тебя отпускать? История, которая заставит остальных сглотнуть ком в горле или обернуться? Мы с тобой устроим конкурс для авторов на указанных нами условиях, и только мы с тобой будем судьями, только в наших руках будет тот самый ценный приз. Кубок, который мы вместе с тобой вручим победителю. А для самых внимательных я приготовил лично приятные призы. Но на этом все еще бонусы для вас не заканчиваются. Я подарю среди заглянувших врата ключ к следующей двери, и мы с тобой сможем насладиться ее прелестями. Теперь я готов открыть для вас врата. Благодаря тебе я могу оплачивать все те эксклюзивы, придуманные нами. Спасибо, что даете такую возможность, возможность дать что-то большее, делать что-то масштабное. Вы никогда не слышали от меня что-то наподобие «Я ухожу, монетизации нет» или «Дайте денег, вот моя ссылка на донат». Нет, я уже больше года, несмотря ни на что, делаю для вас крутую озвучку. Договариваюсь с топовыми авторами и все это только для вас. И мне кажется, я смог собрать вокруг себя ту самую добрую, отзывчивую и искреннюю семью. Получить пропуск врата вы можете в описании или в закрепленном комментарии. Заходи, будет страшно интересно.